Здравствуйте, дорогие зрители! С вами, как всегда, Лия, и сегодня будут страшные истории из жизни моих подписчиков дорогих. Но перед тем, как рассказать эти истории, у меня для вас огромная просьба. Пожалуйста, поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Только таким образом вы поможете мне продвигать мои ролики. У нас на канале уже 700 тысяч подписчиков, но, к сожалению, ролики не залетают в рекомендации. Поэтому, если вы хотите, чтобы ролики выходили чаще, пожалуйста, поддержите канал, поставьте лайк, оставьте комментарий. Это очень важно в данный момент для того, чтобы канал жил. И, как видите, сегодня у нас супер новогоднее настроение, поэтому наливайте что-нибудь вкусненькое, любименькое. Вот у меня белый чай с моим любимым лисёнком. Мы будем с вами наслаждаться этим днём, слушать страшные истории и пить чего-нибудь. Чай, допустим. Итак, в данный момент у нас целых 53 истории. Итак, первая история. Ку-ку-ку-ми. Тогда мы с мамой остались одни дома, а отец был далеко от дома. А то есть на работе. День проходил, как обычно, и ничего особенного. Время ночь. Мы с мамой легли спать. Тогда я ищу с родителями в одной комнате. Заснула я вполне нормально, но... Что-то резко разбудило меня посреди ночи. Я встаю и вижу, что рядом с мной кто-то стоит. Я сначала думала мама, но нет. Мама смирно спала в кровати. Отца ведь тоже дома не было. Это существо. Оно смотрело на меня, стоя около моего шкафа с вещами. Мы играли с ним в гляделки на протяжении 5-7 минут. Потом я закричала маму, но не спуская взгляд с того названного гостя. Мама ничего, к сожалению, не видела. Попыталась успокоить меня. В один момент всё рассеялось в темноте. И этот гость исчез. Ого! Это очень страшно. И также история вторая. Однажды я осталась одна дома на один день. Так как у нас умер родственник, то маме пришлось остаться с близкими его. Уже наступил вечер. Я, как всегда, смотрела Ютуб, лёжа на кроватке. Было уютно и приятно, пока я не услышала шаги. Мне стало страшно. Я отключила звук на телефоне и замерла. Думая про себя, что соседи столь громко ходить не могут, то страх внедрялся вовнутрь ещё больше. Я продолжала лежать, слушая каждый звук и шорох. Хочу подметить, что в моей комнате стоит зеркало и телевизор, а моя кровать чуть посередине комнаты. Если я посмотрю в отражение телевизора, то увижу зеркало. Так вот, в тот ужасный момент я посмотрела на экран телевизора и увидела через него в зеркале тень, которая, судя по всему, поняла, что я её увидела и испарилась в сторону другой комнаты. Ужас пробрал меня до кончиков пальцев. Я лежала, словно меня парализовала. Я зашла в соцсети и написала маме и друзьям. Продолжала изредка смотреть на отражение в телевизоре. Оно больше не появлялось. Так я пролежала на протяжении всей ночи и уснула в 5.13. Ого, в 5.13. Да, у нас тоже всякая ерунда происходила, когда я жила у бабушки долгое время. Там умер мой прадедушка и прабабушка. И там действительно очень происходили страшные вещи. И не только я это замечала, там постоянно открывались шкафы, падали игрушки. И из-за этого у меня очень сильно сбился режим. Я спала тоже под утро, пока не расцветёт. Поэтому, да, это было очень страшно. Ей же отвечает ещё одна девочка. Сатира Еленулику. Я, возможно, правильно или неправильно прочитала. У меня в детстве тоже была похожая история. Я сплю с мамой. Я у стенки, мама рядом. Я проснулась от того, что на меня смотрит кто-то. Я открыла глаза и увидела посередине комнаты женщину с длинными волосами. Она была высокая, в белом платье. Чётко выраженные бёдра с длинными чёрными волосами. Она пристально смотрела мне в глаза. Я резко убрала глаза и разбудила маму. И спросила, мам, это кто стоит? Но мама никого не увидела. Я посмотрела снова, чтобы убедиться. И всё равно видела эту женщину. И снова убрала глаза. Я почувствовала, что моя мама боится, так как поняла, что ребёнок врать не будет. Она включила свет в комнате, и женщина исчезла. Вот так вот. Дети, кстати, да, они больше чувствуют вот этот мир. Они его больше видят. Следующая история. То Канел. После смерти бабушки мне приснился сон, в котором бабушка стояла на белой лестнице с моим дедушкой, который умер 15 лет назад. Они, увидев меня, стали спрашивать, что случилось и почему я тут. А потом бабушка посмотрела на деда и сказала, что рановато мне сюда, и они начали подниматься по какому-то свету. Я побежала за ними. И вдруг меня толкает бабушка со всей силы с этой лестницы. И я лечу вниз. Просыпаюсь и вижу на своих коленях синяки, которых не было. На шесть лет удушья от моего кулона. Руки тоже все в ушибах. И всё тело болело. Я и впрямь с лестницы будто упала. Ровно через три дня после этого я и подруга ходили на кладбище вечером. Темнеет у нас рано даже летом. Вот мы идём к могиле бабушки и вижу тёмный силуэт, который идёт за мной через могилы. Я испугалась, но не придала значения, так как я часто такое вижу. Такие галлюцинации у меня были с пяти лет. До тех пор, пока моя подруга его тоже не увидела. Мы побежали с ней, не дойдя до могилы бабушки. Всего несколько метров. Бежав с кладбища, мы увидели, как он бежит за нами сквозь могилы. И мы, выбежав с кладбища, побежали домой. До сих пор нам страшно это вспоминать. Да, действительно, вот эта вот тонкая грань между сном и реальностью, когда человек особенно покидает этот мир, он может явиться к вам и давать какие-то знаки, разговаривать с вами. Также вы можете к нему явиться и пытаться вместе с ним пойти в тот мир. И чаще всего ваши родные люди вас не будут пускать. Но тоже зависит уже от человека. И знаете, такие тоже у меня ситуации были. Я вам обязательно расскажу об этом. Мурзики лайм. Однажды я в 12 часов сидел на кухне и пил чай. На кухне у нас стояла коробка, где лежала еда для кошек. И вот сижу я такой, пью чай. И тут мне почему-то захотелось посмотреть в сторону этой коробки. И тут я четко вижу, как на эту коробку запрыгивает черная кошка. Все коты у нас в доме были светлого окраса. А тут он очень черный. И это было не секундное видение. А я видел это на протяжении нескольких секунд. Потом подхожу к коробке, и там никого нет. Я пошел спать, и у меня произошел сонный паралич. Днем я рассказала эту историю подруге. И она сказала, что домовые могут оборачиваться котами. И так же происходит сонный паралич. Говорят, что это домовой пытается тебя задушить. Возможно, это не очень страшная история, но тогда мне было очень жутко. Ангелина Ти Ви. Не знаю, мистическая история или нет, но я ее расскажу. Мне было тогда, наверное, лет 9. Сейчас мне уже 11. Я сидела во дворе на качеле. Был день. Бабушка моя должна была приехать на следующий день. Мама пошла мне за лекарствами. И тогда я играла в Грэйни М-3. И вдруг я услышала шаги рядом. Никого не было. Я подумала, что это соседи. Нет, соседей там не было. Вообще никого не было. Я испугалась и рассказала это маме. Но она не поверила. Теперь эта травма осталась на всю жизнь. Ну, это не травма, но это страшное воспоминание. Ну, я так думаю. Следующая история. Настя-зажигалка. Однажды ночью мне долго не спалось. Кстати, той ночью я была одна в доме. Мама уехала по делам. Я лежала с одним желанием, чтобы эта ночь поскорее кончилась. А на часах было только 23.37. Все было хорошо. Но мне было как-то не по себе. В 23.59 я захотела в туалет. Захотела включить свет, но он не включался. Я плюнула на него и направилась в туалет. Но на полупути я начала видеть темный силуэт девушки. И она смотрела на меня. От страха я не могла двинуться. Как только я поняла, что не сплю, я рянулась к двери. В комнату. И причем эта девушка тоже побежала за мной. Я успела добежать и закрылась на замок. Но уснуть так и не смогла. Я слышала голос девушки, но она говорила что-то непонятное. И слышала, как эта девушка ногтями скребется о мою дверь. Я села поближе к окну, чтобы если что спрыгнуть. Этаж был первый, поэтому было удобно убежать. Я все ждала, пока эта тварь сломает дверь. Но через 15 минут все прекратилось. И организм потребовал сна. И я не заметила, как уснула. Утром я все рассказала маме. Но она сказала, что это был сон. Но это был не сон. Ну, родители не хотят в это верить. Либо они действительно не верят. Может быть, и не боятся тоже таких ситуаций. Кофе с зефиркой. Это был рассвет. Примерно 3-4 часа ночи. Я проснулась, открыв глаза, увидела темное очертание под столом в углу. Кошка недоумевающе смотрела на меня и потом на гостью в углу. Я поняла то, что я не хочу на это реагировать. И просто пошла мимо угла в туалет. И после вернулась в кровать. Отвернулась в другую сторону от тени. Утром на этом месте я молилась. А пламя свечи яростно колыхалось в воздухе. Марина Прыщенко. Либо Прыщенко. Я приехала в Одессу на неделю. И вот я купила комнату. И однажды, когда я ложилась спать, у меня что-то упало. Я подумала, что это ветер. Но окно было закрытым. И я заснула. Но потом я проснулась в среде ночи. Было темно. И я услышала, что под кроватью какой-то смех. Я подумала, что это мне кажется. Но возле меня лежал кто-то. Но я не знала, что именно. Но оно еще было черным. Я быстро включила свет. И там никто не лежал. И да, в комнате я была одна. А забыла вам сказать, что приехала я с братом. Но он был в другой комнате. Рафаил. Мне было 13 лет. Я лег спать. Родители с братом были в деревне. Я один дома остался. И со мной кот лег. И тогда я проснулся. И услышал звук, что кто-то ходит по коридору. И мне было без разницы, кто там. Я подумала, что мне кажется. И со мной был кот. Он спал. И я опять заснул. Потом второй раз проснулся. Я увидел, что моего кота нет со мной. И я подумала, что он походу пошел в другую комнату. А дверь была открыта. И когда я начал глаза открывать, я услышал звук. Иди сюда быстро. Сюда. Я хочу мясо. Я открыл глаза, встал с кровати. Я был испуган. Потом сижу 6 минут испуганный. Потом иду в другую комнату. Найти моего кота. Его не было. Пошел в зал. Тоже нет. Пошел на кухню. Тоже нет. И пошел в ванну. Потому что он в ванну ходит спать. Часто. И я захожу и вижу, что мой кот мертв. И тогда я позвонила родителям. И они через 1 час приехали. И мы пошли вместе его хранить. И я до сих пор не знаю, что это был за голос в коридоре. На самом деле коты действительно могут связываться с нами через сон. То есть через астрал, так скажем. Моя тонкая грань. Я уже рассказывала в одном из видео, что к моей маме дважды являлись коты в сон. И это было не только с ней. Со мной тоже это происходило. Мне кот иногда является. Также иногда разговаривает со мной. Они действительно могут с вами общаться чисто вот через астрал. Потому что в жизни они разговаривать не умеют. Поэтому они долго и спят. К моей маме являлся кот и говорил ей, чтобы она приходила к нему и попрощалась с ним. Она пришла. Он жил у бабушки. И потом. А что было потом, я расскажу в другом видео. Да. Про свои истории. Так что да. Я думаю, что Рафаил все-таки этот кот решил тебе сказать, что он мертв. Но это ужасно. Это тяжело. Но зато теперь ты знаешь, что все-таки он может с тобой связываться. Беатрикс. Когда мне было 6 лет, я сидела дома одна. Бабка моя ушла тогда в магазин. Я сходила на кухню за бутылкой воды. И поставила на стол в комнате. И решила посмотреть телевизор. Бутылка у меня стояла посередине стола. И она упала. Я не поняла как. Я же ее не двигала. Потом начала слышать смех и топот в комнате своей бабки. И как будто кто-то бежал в мою комнату. Потом я закрыла глаза. И бутылка уже стояла на столе. И была тишина. Такая история. Вы заметили, что вообще в маленьком возрасте реально какой-то мистики происходит гораздо чаще. Будто ты ее замечаешь. Может быть взрослые просто уже вырастают и перестают это замечать. А дети, они любопытные. И они замечают каждую деталь. Я помню, как в детстве дружила с какой-то кошкой. Она часто к нам приходила меня навестить. Родители ее любили и разрешали подкармливать. Даже кличку дали. С моим взрослением она все реже появлялась. Когда мне исполнилось 4-5, она окончательно перестала ходить. Недавно в разговоре с родителями зашла тема про питомцев. Я решила упомянуть эту кошку. Родители странно посмотрели на меня и сказали, что не было у нас никогда никакой кошки. И никто к нам не приходил. Но я отлично помню, как с ней играла, кормила. Она всегда следовала за мной. И родители шутили, что у меня есть своя личная охрана. Но кроме меня ее никто не помнит. Родители говорят, что может мне приснилось. Дьявол принцесс или дьявол принцесс. Не знаю. В моей жизни мистических историй было много. Но я расскажу лишь одну из них. Это случилось, когда мне было 11 лет. Я приехала к бабушке и дедушке на летние каникулы. Там у меня была отдельная комната, в которой я обычно жила. Но в этот раз у бабушки и дедушки гостила и моя двоюродная сестра. Поэтому было решено поселить в той комнате ее. Я же должна была спать на диване в зале. Вот так всегда. Зал у нас находился около входной двери. Сначала все было хорошо. Мне даже понравилось там спать. Но вот наступила ночь, которую я не забуду никогда. На часах было 23.52. Все уже давно спали, кроме меня. Я лежала на диване и не могла заснуть. Не получалось. Перепробовала все возможные методы. Но уснуть так и не смогла. Полежав еще немного, я вдруг услышала скрип входной двери. Показалось. Подумала я. Но тут заскрипели половицы в коридоре. Я напряглась. Кто может ходить поздно ночью? На время шаги стихли. А потом я почувствовала дыхание прямо за своим ухом. И хриплый шепот сказал мне. Одна здесь не спи, а то пожалеешь. Я закричала. На мой крик выбежала беспокойная бабушка. И все ей рассказала. Она отреагировала на мой рассказ спокойно. Сказав, что мне просто приснился кошмар. Но я-то помню, что не спала. Той ночью я спала в комнате бабушки. И она легла на диван. На утро я рассказала все сестре. И она поверила. После той ночи я боюсь оставаться одной в доме бабушки и дедушки. А вам страшно? Пишите в комментариях. Стравберрия пиратес. На самом деле, со мной мистические истории происходят достаточно часто. Я к ним привыкла и отследила определенную связь. Чаще всего мне мерещится силуэт у людей. И я с ними разговариваю. Они могут носовать свои имена, что-то говорить, связанного с этим. У меня много. Многие могут не поверить. Кто-то может не понять. Что ж, это их право. Cat love. Это случилось вчера ночью. У меня в комнате две кровати. На одной я сплю. На второй раньше спала моя сестра. Сейчас у нее своя квартира. Так вот, лежу я такая. Что-то спать не хочется. Решила пойти попить воды. Встаю, значит, слышу какие-то шорохи на соседней кровати. Вижу, лежит на ней какая-то женщина. Когда я пришла с кухни, я уже думала ложиться спать. Уснула я, значит, проснулась в три часа ночи от странных звуков. И они опять были на соседней кровати. Мне стало так жутко, что аж побежала спать в кладовку. Вот такое ночное приключение. Бу-у-у-у. Ан-спиннет. Однажды ночью мне не спалось. Я вертелась на кровать. Перевернулась на бок и вижу такую картину. Стоит девушка в каком-то странном платье. Сложила руки и смотрит на меня. Я очень испугалась. Но подумала, что мне просто кажется. На всякий случай я начала читать молитву. Медленно перевернулась на спину и уснула. После этого мне снилось, как я лежу. Надо мной уводят какие-то черти-хороводы. Знаю, звучит смешно, но это так и было. Я попросила их уйти, но они сказали, что меня защищают. На утро мне, конечно же, никто не поверил. Есть еще история. Но не могу сказать, что она прям мистическая. Просто сон. Я сплю. Мне снится, как моя сестра и моя мама разбирают вещи умершей бабушки. А я сижу на диване и наблюдаю за этим. Тут мне начинают как-то вертеть. Не знаю, как объяснить. Я вижу лицо дедушки. Он был каким-то недоброжелательным. Дедушка спросил, как ты? Я отвечаю, что нормально. А как родители? Я отвечаю, что хорошо. Тут он отвечает, но это мы исправим. Я резко просыпаюсь. После этого в нашей семье что-то начало происходить плохое. Хорошо, что сейчас все наладилось. Я знаю, что это был не дедушка, а кто-то другой. Действительно, чаще всего, когда вот такие агрессивные нам являются умершие, это не они. Они просто к нам предстают в этом образе, нам знакомым. Но это либо какие-то духи злые, черти, либо же это просто предсказание через их лицо. Ромашка. Когда мне было 3 года, я спал вместе с мамой на кровати. И вот я капризничал из-за угла, вышла высокая женщина. Полностью в черной одежде, длинный черный волос, кожа бледная, как у мертвеца. Вместо глаз черный впадет. Ну, как женщина в начале сериала «Гадалка». Странно, но я ни капли не испугался, будто так и должно быть. И я быстро успокоился и вскоре уснул. Спустя 8 лет, будучи уже подростком, я узнала от мамы, что раньше здесь стоял старый одноэтажный дом, в котором жила какая-то старуха с дочерью. Дочь, по описанию, была похожа на ту женщину, что я видел тогда той ночью. И в итоге эта дочь умерла в этом доме, неизвестно от чего. Старуху увезли другие дети и внуки. А дом этот снесли и построили новый, в котором мы сейчас живем. Что как бы и чаще всего бывает, когда видим кого-то. Это просто, возможно, на этом месте уже стоял какой-то другой дом, либо жили другие люди. То есть, да, такое тоже бывает. Так, мама мне рассказывала, что на первом этаже это неоднократно видела. И слышала что-то необъяснимое. То шаги по коридору, то на кухне посуда падает, то черти прыгают по дому. Но сейчас все спокойно, так как нам знающий человек помог. Но буквально несколько недель назад, под утро, я почувствовала удушье. И все резко прекратилось. Еще странная ситуация. Я спала, сквозь сон у меня было осознание, что мама должна мне позвонить. И я осознаю мысль, пусть лучше напишет. И я все равно звонок не услышал. И тут я просыпаюсь отходящего сообщения от мамы. Следующая коротенькая история. Виктория Еремова. Вчера ночью мне приснилась моя подруга. А когда я проснулась, было 3 часа ночи. Во сне она дала мне координаты. Первая палата, первый этаж, название двери джаза. Изи Пиано. Однажды ночью таинственным образом заработал душ. Прям сам. Я была единственной в доме, кто не спал. Скай, принцесс, ют, ит. Короче, мы ехали на море. Однажды вечером мама ушла по делам. А я осталась с папой в номере. Он спал. А я сидела одна. У меня в тот момент было где-то 6 или 7. Уже не помню. Короче, я услышала за дверью странный пугающий шум. Он был похож на то, как будто кто-то наподобие призрака воет. Мне стало страшно. Я спросила, папа, ты это слышал? Это что, призрак? Но папа сказал, что это может быть просто ветер. И потом снова лег спать. Пришла мама. И в скором времени мы уехали домой. Не знаю, страшна эта история или нет. Изипиано. Это было месяц назад. Мы не хотели на математику. Начали прикалываться, типа обряд. И говорить, не приходи на урок, не приди на урок. Через пару минут в классе сам вырубается свет. Мы включили. Продолжаем шептать эту фразу. Я следила за выключателем. И вдруг я увидела странную тень. Буквально секунды, и она исчезла. Учительница так и не пришла. Предсказатели. Великие предсказатели. Владислава Бойко. Или Бойко. Как-то меня положили в больницу с отравлением. Лежала я там недолго. Около трех-четырех суток. Но эти сутки были настолько страшными, что мне не хотелось вообще находиться там. Со мной лежала одна девочка по имени Катя. Ей было столько же лет, сколько и мне. 14. Мы с Катей легли спать. Как вдруг я слышал, что она кричит, смотря на меня. Это было в 12 ночи примерно. Катя, Катя, что с тобой? Почему ты кричишь? Катя нервно сглотнула, села на край кровати и сказала. Переезжай на другую кровать, рядом со мной. Я открыла глаза. А над тобой стоит какое-то худощавое существовало в костюме медсестры. И на человека она была не похожа. Когда я закричала, то она исчезла, словно испугалась. С тех пор без света я не сплю. А когда госпитализирую в больницу, постоянно прошу заселить ко мне кого-то. Да поскорее. Ева Никулина. Однажды, когда я была маленькой, я приехала к бабушке. Напротив ее дома стоял старый, никому не нужный дом. Он был настолько старый, что даже дверь уже начала оседать. И тогда я решила туда пойти. Я зашла и увидела стадо коров. Я увидела лестницу, которая вела наверх. Поднимаясь, я увидела там семью. Женщина и ребенок, который сидел и ел суп. Женщина предложила мне поесть, но я отказалась и ушла. Проходит несколько дней, и я снова приезжаю туда. И захожу, и вижу, там ничего нет. Я до сих пор не знаю, что это было. Глюки, сон или по-настоящему. Но дело в том, что то же самое было и с моей сестрой. Я надеюсь, ты это прочитаешь. Ксения Палагина. Но есть одна странная история. Короче, это было в 2018 году. Я проснулась ночью и вижу свечение в небе, которое становится все ближе и ближе. Потом просыпается моя младшая сестра и пересказывает сюжет с таким же необъяснимым свечением, которое она увидела во сне. Артем Саноцкий. Однажды я лежал ночью. Около трех часов ночи было. И суть в том, что штора одна начала шевелиться. То такое же чувство, что ее кто-то шевелил рукой. Я уверена, что не было сквозняков или что-то подобное. И рядом было еще два окна в полуметре, а шевелилась только одна центральная штора. У меня, кстати, была тоже подобная ситуация. Ситуация здесь, в этой квартире. И шторка действительно шевелилась. Помните, у меня такие были со звездами шторы? Вот. Да, это было очень страшно. Историй еще много. И если вам зайдет такое видео, я обязательно сниму еще следующую часть. Так что обязательно оставляйте много комментариев. Ставьте лайки. Это очень важно, ребята. Вот прям это самая важная просьба. И сейчас, наверное, это просьба номер один. Поэтому, если вы хотите поддержать мой канал, обязательно ставьте лайки. Сейчас такие правила у YouTube. К сожалению, только так я буду попадать к вам в рекомендации. Только так мои ролики будут продвигаться. В общем, спасибо вам большое за то, что оставались со мной. Надеюсь, вы напугались. И увидимся с вами очень-очень скоро. Люблю вас, мои дорогие волшебники.